Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня мы начинаем специальный эфир, посвященный 26-му международному экологическому телевизионному фестивалю «Спасти и сохранить». Меня зовут Денис Полончаков, я ведущий телеканала «Россия», и сегодня в нашей студии присутствуют школьники, участники детского трека-фестиваля. Они приехали со своими проектами, фильмами, репортажами, которые снимали на экологическую тему. И сегодня же с нами в студии по видеосвязи губернатор Ханты-Мансийского автономного округа «Югра» Наталья Владимировна Комарова. Наталья Владимировна, здравствуйте! Здравствуйте, Денис, здравствуйте! Уважаемые друзья, рада встрече с вами, добро пожаловать в «Югру», если вы гости. Мы всегда рады, особенно тем из людей, которые целенаправленно проектно с таким увлечением, талантом, занимаются вопросами Афганы и окружающей среды. Вот мне очень приятно с вами познакомиться, и хочу начать наш разговор с небольшого сюрприза. Увидеть своими глазами Землю, нашу планету из космоса, это можно, как вы понимаете, либо во сне, ну или космонавту. Полагаю, вы уже понимаете, в какую сторону я двигаюсь, и среди наших земляков есть такой человек, которому удалось увидеть Землю из космоса. Это герой Российской Федерации, российский космонавт-испытатель Сергей Николаевич Рыжиков. Давайте передадим ему слово. Дорогие ребята, участники 26-го Международного телевизионного экологического фестиваля «Спасти и сохранить». Сердечно приветствую вас из Центра подготовки космонавтов. Дважды побывав в космосе, провел на орбите Земли 358 суток. И выполняя задачи экспедиции на околоземной орбите МКС, приходилось много времени уделять наблюдению Земли из иллюминаторов станции. И хочу вам сказать, что наша планета удивительна и прекрасна. Синие океаны, горные хребты, степи, пустыни и леса – все это богатство в руках человека. И в наших силах все это сберечь. Вы, юные участники фестиваля, делаете очень взрослое дело. Пытаетесь разбудить в сердцах своих зрителей ответственность за окружающий мир и любовь ко всему живому на Земле. Выбор профессии – дело будущего. Но уже сейчас понятно, что ваше неравнодушное отношение к природе поможет оставаться хорошим человеком и в жизни, и в профессиональной деятельности. Будьте смелыми, активными, инициативными. Защищайте Земли, оберегайте жизнь. Успехов вам в вашем благородном деле. Космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков. Наталья Владимировна, от себя лично и как от члена жюри фестиваля я хочу сказать огромное спасибо за поддержку фестиваля и за то, что такое значимое и глобальное событие проходит именно на территории Югры. В этом году участие принимают представители 30 стран. Были поданы более 300 работ. И это, конечно же, говорит о значимости мероприятия. Сегодня первый день фестиваля и первый день работы медиашколы. Занятия проходят в точке кипения Ханты-Мансийска. И хочу отметить, что основам телевизионного мастерства и блогинга обучаются 90 ребят. Не только из Югры, но и из других уголков нашей огромной страны. Ребят, кто из вас хочет поделиться впечатлениями о сегодняшнем дне? Ну так, представьте, пожалуйста, как зовут тебя? Меня зовут Томина Валерия, я из города Междуреченск. Отлично. Валерия, что тебе больше всего запомнилось? На самом деле весь фестиваль просто потрясающий. И спасибо огромное, что у нас есть возможность не только проявить себя, но и узнать много нового. Спасибо огромнейшее. Присаживайся. Сегодня у участников этой встречи есть возможность задать свои вопросы губернатору. Как я уже говорил, многие приехали со своими проектами. Например, Юлия Лазарева. Она автор социального проекта «Территория дружбы». Волонтер. Юлия живет в поселке Федоровский Саргутского района, учится в школе номер один. Телевизионная работа, которую она представила на фестивале, называется «Макулатура, сдавайся». «Макулатура сдает у нас каждый ребенок, ведь все должны знать уже самых пеленок. Чем больше бумаги мы соберем, тем меньше деревьев в природе убьем. Пусть каждый участник спасет хоть кусочек и штучкой, а завтра гектара деревьев страны. О, юные дети, мы вас призываем, любите свой лес. Мы даем респекту вам! Юлия, приветствую. Здравствуйте. И твоя возможность задать вопрос. Наталья Владимировна хотела бы задать вопрос, какие экологические темы есть в вашем ежедневнике, и когда в последний раз вам предоставлялась возможность, и когда в последний раз вы… Не волнуйся, давайте поддержим. И когда в последний раз вы принимали решение в экологических вопросах округа? Спасибо. Спасибо большое, Юлия. Который, который был использован, мы вторично-третично и так далее используем бумагу, и тем самым сокращаем количество походов в лес для заготовки древесины и изготовления из нее бумаги. Еще было одно направление – замена бумаги какими-то пластиками, еще какими-то созданными уже человеком возможностями, ну, например, для упаковки и так далее. А в то же время мы понимаем, что, ну, например, с точки зрения утилизации бумаги – это более безопасный процесс, чем утилизация пластика. И в этой связи, так как же нам двигаться, что выгоднее для окружающей среды и для экономики, да, тут нужно сбалансировать вот этот вот запрос. Вот задачка, которую нужно решать, тем более, что она очень часто вокруг этого много спекуляций, и здесь очень важно быть аргументированным в диалоге на этот счет. Вот, это мой вопрос для вас, и не столько вопрос, сколько направление, в котором, мне кажется, перспективно заниматься вопросами охраны окружающей среды. В отношении того, насколько моя поездка заполнена природоохранными вопросами, наверное, отвечу так. Первое главное, тут важно, а у меня вариантов нет, организовать, прежде всего, экологическое мышление, собственное экологическое мышление. Вот, есть такие, есть такие стандарты управления с соблюдением принципов ЕСЖ, вот, и вот отношения к окружающей среде заложены как базовая для того, чтобы. То есть, каждое конкретное дело, события и решения должно проверяться, тестироваться на соответствии с экологическим стандартами. Ну, вот, у нас регион с очень высокой экономической активностью, и делом мы занимаемся, и с тем, которые требуют колоссального напряжения для того, чтобы обеспечить экологические стандарты, международные экологические стандарты, потому что мы с вами в большинстве с вами занимаемся добычей нефти и газа, а здесь, чтобы быть представленным на рынке, нужно соблюдать и этим стандартом в том числе. И поэтому мы с вами занимаемся вопросами ликвидации шлановых амбаров, не допускать нефтезагрязнения или, если допущено, то ликвидировать их. Мы сделали очень много все вместе для того, чтобы цифровать количество факелов на месторождениях, и сейчас почти 96% утилизируется попутного нефтяного газа, что соответствует всем международным стандартам. Ну, мы с вами охраняем леса, сейчас лесопожарный период наступил, и нам очень важно не допустить возгорания, если это произошло, там, максимально короткие сроки локализовать пожары, потушить их, и тем самым минимизировать ущерб, который в данном случае может быть нанесен лесным насаждением в нашем регионе. Вы знаете, что мы оказываем помощь техникой и специалистами другим регионам в этом вопросе, например, сейчас в Красноярском крае, Икутской области, Курганской области, Кременской области. Это наше общее дело, это легкие всей планеты, а у нас больше 50% от 540 тысяч квадратных километров занимают леса, поэтому у нас такая еще глубокая ответственность перед планетой за чистоту наших легких. И буквально на прошлой неделе, например, если говорить не о текущих решениях и событиях, то перспективное, да, мы, правительство автономного округа, приняло такое решение. И у нас в регионе создан еще один памятник природы, Реполовский кедровый борт. И я прошу иметь это в виду, мы еще на один памятник особо охраняемого природной территории стали богаче, и будем все вместе заниматься тем, чтобы не допустить исчезновения определенных видов животных, с тем, чтобы сохранить ценные кедровые леса и породы. Вот, так что, идем дальше. Наталья Владимировна, вот что я лично заметил за пару дней в Ханты-Мансийске. Можно честно? Город чистый и очень зеленый у вас. Очень приятно. Сразу бросается в глаза. Ой, зачем вы это сказали, Денис? Вот не надо было, уже все. Чтобы не расправлялись, да, все остальные. Я понуждаю в городской власти заниматься, а вы взяли и похвалили. Подождите, еще рано. Хорошо, обсудим другие проекты. Ксения Сиротина приехала на фестиваль «Спасти и сохранить» из Ярославля. Там она занимается в Центре анимационного творчества «Перспектива». Ее работа называется «Пикник». «Пикник». Ксения, привет. Здравствуйте. Наталья Владимировна, мне бы хотелось узнать, когда последний раз вы были в лесу и любите ли вы природу? Спасибо. Ну вот, я только что пыталась это доказать, но вот про последний раз, надеюсь, не последний, в лесу, это начало мая. В этом году я была в лесу и очень рада этому обстоятельству, но, по крайней мере, до сих пор пользуюсь теми ощущениями, хорошими, радостными ощущениями, которые получила от этой встречи с лесом, с лесными жителями, например, в Белке там, так или иначе, пересекали нашу дорогу. Так что вот так. Спасибо. Марк Акенфеев, неоднократный участник и победитель детского конкурса фестиваля «Спасти и сохранить». Он приехал в Ханты-Мансийск из города Серпухов Московской области. В этом году Марк подал на конкурс сюжет о том, как в Прёкско-террасном заповеднике живут зубры, и там прошла акция по сбору макулатуры. Казалось бы, зачем зубрам бумага? Наш юный корреспондент не просто узнал все подробности, но и стал активным участником этой акции. 400 миллилитров воды. А вот для переработки бумаги нужно в два раза меньше воды, чем для производства новой. Также нужно меньше затратить электроэнергии. Теперь разберёмся, какая макулатура принимается в переработку, а какая нет. Картон, книги, журналы, газеты... Марк, привет. Здравствуйте. Я бы хотела спросить, какая самая большая экологическая проблема сейчас существует в Югре, и как вы видите её решение? Спасибо. Какой серьёзный, а не детский вопрос. Да, вообще, мы взрослые знаем, что самые трудные вопросы – это детские. Но вот сейчас Денис нам это демонстрирует, наши юные коллеги в данном случае. Я каждого из вас поздравляю с завершением проекта, представление его на конкурс, и желаю вам всяческих успехов. Ну вот, Марк, кроме тех вопросов, о которых я говорила выше, вы понимаете, да, какую они дужу, насколько они капитализированы, да, капиталоёмкие, насколько они глубоко влияют на состояние окружающей среды. Я уже упомянула, но сейчас, поскольку у вас проект про нас, про людей, об обороте макулатуры, и в данном случае ответственность именно каждого человека играет большую роль, ну, упомяну об обращении с твёрдыми коммунальными обходами. Это, ну, я не скажу, что это проблема, я скажу, что это задача, и не только для нашего региона, а для всех людей на планете, ну, вот, в нашем случае это тоже. Мы сейчас проектно тоже занимаемся этой тематикой. Мы решили создать пять межмуниципальных полигонов, где будут сосредоточены самые крупные поставщики твёрдых коммунальных обходов, и одновременно с захоронением выставляем на этих площадках линии по переработке отходов, ну, таких как макулатура, таких как пластик, стекло, я не знаю, различные, такого, различные такие отходы, которые так или иначе можно второй, третий, двадцать пятый раз использовать. И здесь очень важна задачка, в этой задаче ещё одно направление, но я считаю его базовым, да, это раздельный сбор мусора. Признаюсь, что мы здесь ещё успеха большого не добились, потому что здесь нужно большую организационную работу провести для того, чтобы создать условия, для того, чтобы сформировалась культура у людей для такого рода подхода к своей жизнедеятельности. И вот, ну, тем не менее, шаг за шагом мы работаем над решением этих задач. Вот, в добавлении к тому, о чём я сказала чуть выше, то, чем целенаправленно и проектно, мы занимаемся в нашем регионе. Спасибо. Вот то, что... Да, Владимир, вот то, что ребята задают такие серьёзные вопросы, ещё раз подчёркивать, что они все приехали в Ханты-Мансийск не случайно. Они занимаются проблемами экологии, я думаю, что через несколько лет они станут хорошими экспертами в этой области. Елизавета Сухно учится в седьмом классе гимназии «Лаборатория Салахова» в Сургуте. Интересуется журналистикой и уже два года занимается по программе дополнительного образования основы операторского искусства в гимназии. В 2022 году стала призёром всероссийского конкурса «Планета – наше достояние». Её телеисследование на скинокартоне заявлено в номинацию «Я – эколог» детского конкурса фестиваля «Спастись, сохранить». Лиза размышляет о неразумном потреблении древесины и ищет пути выхода из сложившейся ситуации. К началу 21 века человек уничтожил 50% площади лесов, ранее существовавших на планете. Елизавета. Здравствуйте, Наталья Владимировна. Мне интересно, чем вы гордитесь больше всего как житель Югры? Чем гордиться, правильно? Да, чем гордитесь? Да-да-да, я услышала, не услышала, борюсь с собой, как человек православный, понимая, что гордыня – это грех. Вот, и в то же время понимаю, о чём на самом деле спрашивала Елизавета. И, наверное, отвечу так. Кстати, этому правилу мне научил один из моих учителей. Я очень рада и горжусь успехами каждого югорчанина. Вот, и, как говорил один учитель, а при вас я в почёте. Вот, наверное, из этого и будем исходить. Вами я горжусь. В городе Пытьях, Хантамансийского автономного округа Югры, при школе номер пять действует школьный экологический клуб «ИКО». У ребят из клуба появился вопрос, может ли быть экология плохой. Ответ искали не только в интернете, но и в книгах. А в качестве экспертов привлекли своих учителей. Что из этого получилось, перешат зрители и жюри фестиваля «Спасти и сохранить» в этой студии среди участников нашей медиашколы ведущая этого проекта Мария Сафина. Маша, приветствую тебя. Какой у тебя вопрос? Здравствуйте. Я бы хотела задать парочку вопросов. Что для вас значит экология, значение слова? Как вы участвуете в движении экологическом и сортируете ли вы мусор? Ничего себе. Завалила вопросами. Еще раз обращусь к вам, командам, которые проверились на фестиваль, дошли до конкурсной программы. Давайте все-таки посчитаем. Обратите внимание, Ельцавета представила проект о сохранении лесов. Мы все не втяните, по большому счету. И очень важно, наверное, все-таки дать ответ людям, самим себе, что правильнее, бороться с природными, ископаемыми полезными, нефтью и газом или за сохранение лесов. Что эффективнее и даже выгоднее с точки зрения экономики? Давайте об этом подумаем. На поверхности, по-моему, очевидно, что здесь большой-большой вопрос. Потому что в области добычи, транспорта, переработки нефти и газа можно добиться, внедряя самые передовые стандарты высоких эффектов природоохранной. А тогда, когда мы бесконтрольно и без Дуна вырываем леса, вот тут мы здесь и сейчас, прямо в эту же минуту, в этот же час нарушаем экологическое равновесие на планете и получаем негативные последствия в связи с этим. В отношении вашего вопроса, что такое экология, тут мне мудрить не придется, смысла в этом нет, я не собираюсь переделывать это представление людей в этом предмете. Это наука, и этим все сказано. Она изучает взаимодействие человека, животного, растительного мира между собой и с окружающей среды. С декорами. И вот это определение, термина экология, как науки соответствующей, оно и влечет всю ответственность каждого из нас за окружающий мир. Я с уважением отношусь к участникам экологического движения, но в то же время считаю, что это очень неправильно и абсолютно двойные стандарты, ну а по сути ложь, тогда, когда активных участников экологического движения используют в каких-то соревнованиях экономических, еще каких-либо, которые тогда, когда в борьбе за здоровую окружающую среду мы выходим, доходим, люди на планете доходят до боевых действий, я считаю это, конечно, крайне неправильно. И очень прошу каждого из вас с вашей активной жизненной позиции разделять все эти вопросы и ни в коем случае не создавать повода и возможности вами манипулировать участников экологического движения. Я считаю себя тоже таким участником, исходя из разговора, который мы сложили чуть выше, надеюсь, он меня поддержит в этом самосознании. Ну и в отношении третьего тезиса, который вы предложили мне обсудить, занимаясь, вернее, раздельно ли я обращаюсь с первыми коммунальными отходами. Да, там, где есть эта возможность, конечно, придерживаются эти правила. Возвращаясь к началу нашего разговора, поэтому считаю крайне важно создать условия для людей. Потому что, если мы с вами разложим по пакетикам жидкие отходы, пластик, стекло и так далее, а контейнер не предназначен для этого, и мы сбросим все это, или, например, контейнеры предназначены, разделены, а машины, которые увозят твердые коммунальные отходы, будет одна, общая, на все эти, 4, 3, 5 контейнеров. Вопрос о том, сколько нужно сделать работы, и как это должно разложиться у нас у каждого в уголе. И потом, когда мы на полигон привозим, например, все нам удалось, и до полигона мы везем уже разделенные на какие-то фракции твердые коммунальные отходы, а там все сваливаем в кучу, снова здорово, все усилия полностью дезавуалированы, дискредитированы даже, можно так сказать. Поэтому важно, чтобы на полигоне нас встретили следующий этап использования разделенных твердых коммунальных отходов. Ну вот, так, колокол. Спасибо большое за вопрос. Владислав Скрипников живет в Москве. Свою анимационную работу под названием «Новая жизнь» он и его друзья представили в номинации «Поиски и находки». Герои мультфильма живут в сказочном мире, где уже все научились правильно разделять мусор. Их пример, кстати, очень поучительный. Мы просто пойдем на переработку и обретем новую жизнь. Разделять второсырье это просто. Владислав, приветствую. Я так понимаю, ты, наверное, у нас самый юный участник фестиваля. Сколько тебе лет? Мне 10 лет. 10 лет. И уже занимаешься вопросами экологии. Давайте поаплодируем нашему самому юному участнику. И, пожалуйста, твой вопрос, Наталья Владимировна Комаровой. Как вы думаете, что вы умеете делать лучше всего? разговор? Ничего себе. Ну, раз такой откровенный разговор пошел, то я скажу, ничего я не могу делать лучше всего или лучше всех других. Многому всему нужно учиться и каждый раз, за что не возьмешься, ты понимаешь, что еще бы нужно поучиться, и еще бы важно было посмотреть, как это сделает мастер. Ну, вот. Ну, а если немножко пошутить на этот счет, то, например, в моей семье считают, что из всех женщин больше варю лучше всех я. Ну, вот так. Валерия Томина из города Междуреченск, мы с ней уже сегодня познакомились, представляет городскую детскую экологическую общественную организацию «Зеленые». Ребята вышли на улицы родного города на акцию «Убери за своим питомцем». Они раздавали специальные мешки для утилизации отходов и информационные буклеты. Эмоциональное обращение Валерии в финале акции не оставляет зрителя равнодушным. Иногда бывает такое, что след еще кидает несколько неприятных слов, а слова действительно неприятные. И вот я, Томина Валерия, участник акции «А ты убрал за своим питомцем», участник организации «Зеленые». Я прошу вас, люди, быть добрее, потому что то, что происходит, это ненормально. Мы все живем в одном мире, и нам нужно о нем заботиться, потому что однажды, если человечество будет продолжать в таком же духе, заботиться будет просто не о чем. Спасибо за внимание, до свидания. После такого обращения, конечно же, нужно просто поаплодировать. Валерия, ты абсолютно права. Пожалуйста, твой вопрос, тебе слово. Наталья Владимировна, добрый день. Я хотела узнать, откуда вы узнаете информацию, какими сайтами вы пользуетесь. Спасибо. Спасибо большое, Валерия. Я, прежде всего, хочу сказать вам спасибо за то, что вы меня, не зная этого, поддержали сегодня очень сильно, потому что в соцсетях я получила одно... Я понимаю природу этого обращения, и мы можем пройти в положение каждого человека, каждого из нас. Вот этот тезис, чтобы мы оставались все добрыми людьми, на мой взгляд, базовый. И то, что вы сейчас об этом сказали, еще раз меня убедили в этом и поддержали меня очень сильно. Ну, важно, да, все-таки в большой степени я, моя команда в России, Югорячане, мы сами источники новостей. Мы делаем новости. Вот. Это первое обстоятельство. Второе, я пользуюсь социальными сетями, у меня есть свои аккаунты, я получаю сведения и из социальных сетей. У меня в большинстве своем, там, на каждый конкретный... это конкретный вопрос, поэтому с ними работают специалисты, но вот иногда бывают и такие, о которых я сказала чуть выше. Вот. Это, как сказать, очень ценный канал продвижения информации, и я им пользуюсь, в том числе, или, прежде всего, для формирования решений по тем или иным задачам. И всегда акцентируем внимание на том, что мы принимаем это решение, потому что в свое время какой-то, какой-то человек обратил внимание на этот факт, и мы на него реагируем на соответствующем решении. обращаю ли я внимание, читаю ли я внимание одиозы, если можно так сказать, информацию с определенным каналом распространяемого нет, я экономлю свое время. Вот. Очень часто, если речь идет о таких источниках информации, официальных источников информации, я читаю название, ну, вы так не делайте пока, то опыт просто уже определенный есть. Вот. После чего я выработала такой способ читая наименование того, анонсирование той или иной новости, и, при необходимости только захожу, что называется, в глубину смотрю, как это дает конкретно что-то. Но это я и тут, может быть, я не права, но с целью экономии времени полагаю, что так годится, потому что многих авторов уже понимаешь, как они относятся к тому или иному вопросу, как они изложат свою мысль и так далее, и тому подобное. на некоторое точное время им нужно тратить, потому что они их заказал тот человек, позицию которого я знаю, и понимаю, почему он так себя ведет, и почему ему такое умение сложилось. Вот. Поэтому мне очень важно достоверная информация от людей, оценки тех или иных фактов решений от людей. я это глубоко и серьезно использую в своей работе и принятие мною проблемических решений и формировании собственной позиции. Вот такой комментарий. Спасибо. В столице Башкортостана, городе Уфе, развивается детский проект «Солнечный город ГТРК Башкортостан». Алиса Козлова сегодня в Ханты-Мансийске среди участников фестиваля «Спасти и сохранить». Ребята из Уфы вышли на уборку города, а свой репортаж об этом событии назвали «Разноцветный субботник». А что вам потом эти фишки дают всем? Мы получаем за них плюс. То есть эти фишки получаются за каждый пакет, да? «Разноцветный субботник» «Разноцветный субботник» «Разноцветный субботник» называется «Разноцветным», потому что каждый человек был одет очень ярко, чтобы было удобнее друг друга подмечать. И всё получилось очень ярко, весело и красиво. И самое главное, это было доброе и полезное дело. Конечно. Давайте поаплодируем за этот проект. Алиса, твой вопрос, Наталья Владимировна. Вот мне было интересно, на какие вы оценки учились в школе и какова была ваша успеваемость? Спасибо. Спасибо большое, Алиса. Я хорошо училась в школе, не была отличницей, но хорошисткой. До начальной школы отличницей, затем хорошисткой. И институт я тоже закончила хорошо. Поэтому, кроме того, что я училась хорошо, не веруя родителей, не подводя наставников и учителей, я так же, как и вы, достаточно активная человека была, с активной жизненной позицией, ее была старостой, я была командиром АО школьного отряда Зорница, комсоргом и так далее, и тому подобное. с детских лет приходилось очень много раз задавать себе вопросы относительно того, что это перед тобой, какой мир, твой мир, и принимать решения двигаться дальше. Так что, на мой взгляд, вы выбрали такую очень полезную и правильную платформу для формирования и развития собственного как личности, как гражданина. Это очень важно. А вот, и мне тоже интересно, Алиса, а почему мотоцикл? У вас там видео было? На субботник приехали нас поддержать получается люди на мотоциклах. Они приехали группой, они точно так же с нами собирали мусор и давали пофотографироваться всем желающим. Хороший приз надо иметь взять на вооружение. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Вот как мы сегодня узнали, у Натальи Владимировны лидерские качества проявлялись еще в юношеском возрасте. Друзья мои, у вас тоже все впереди, потому что вы уже тоже активисты, вы развиваете свои проекты, поэтому главное не останавливаться дальше, идите вперед, у вас все обязательно получится. Мария Иванова учится в школе номер 14 города Тверь. Свой фильм «Спасти дерево» она заявила в номинацию «Я эколог». И у нее тоже сегодня есть вопрос к губернатору, к Наталье Владимировне Комаровой. Все деревья повырубали на ваши книжки и учебники. А давай сдадим этот кроссворд в макулатуру? Давай. Ребята, книжки и тетрадки, в которых вы пишете и читаете, делаются из бумаги, а бумага делается из древесины. Для этого вырубается много деревьев. Круто, ты придумал попросить ребят о помощи. А если плакат не разрешат повесить, то мы тогда заплатим. Скажи, пожалуйста, что вы сделали потом с этой макулатурой, которую собрали? Мы сдали ее в макулатуру, чтобы не тратилось так много бумаги. Молодец. И твой вопрос. Наталья Владимировна, я хотела задать вам вопрос. Были бы у вас детские моменты, любимые и нелюбимые? Например, приветитесь, пожалуйста. Какие у тебя были любимые и нелюбимые моменты? Например, упасть в канал перед друзьями, споткнуться об забор. Понятно. Из моего опыта хочу заметить, что это не было из неприятностей, причем в какой-то период это было просто сопровождающее мой образ состояния, постоянно сбитые колени до скелета, вот чем большую тревогу вызывало у своих родителей, но мои друзья поддерживали меня, то есть я не чувствовала себя в этом. В связи с этим как-то в какой-то изоляции или то, что я как-то неправильно живу или иду себя. Наверное, выбор друга тоже имеет в этом случае значение, потому что родные и близкие они всегда поддержат, а вот друзья по-разному могут отнестись, я соглашусь с вами, это имеет значение. Вот, поэтому получается так, что мне повезло с друзьями, ни я, ни они в отношении меня, ни я в отношении их, ни, на мой взгляд, надеюсь, что они подтвердят это, не были теми, кто не поддержал, осудил или подумал о том, что я какая-то не такая, неправильная, там еще что-нибудь такое. Я своим друзьям и всем, кто рядом был со мной, благодарна за это и каких неприятных ощущений у меня в памяти нет. Вот так. Это был наш вопрос. Спасибо большое за ваш ответ. Мария Михайлова сегодня также с нами, воспитанница детской студии анимации «Мультфильм своими руками». Она живет в городе Луга Ленинградской области. Свой анимационный фильм «Чистое завтра» Маша называет социальным. Анимационный лечит железная лечит железное «М hard!" Открытие лечит «Мару лечит 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 Маша, приветствую тебя на фестивале и в нашей студии. Пожалуйста, у тебя есть возможность задать свой вопрос. Здравствуйте, Наталья Владимировна. Мне хотелось бы узнать, что для вас является показателем хорошо выполненного дела. Какие критерии? Как вы оцениваете, хорошо получилось или не очень хорошо? Если вы думаете, что каждый раз взвешиваю то, что происходит вокруг меня, то, скорее всего, ради замечу, что нет, конечно. Но вы задали этот вопрос, я возвращаюсь к этим ощущениям в своей трудовой, гражданской жизни. И, наверное, чтобы пригодилось, тогда хорошо. Тогда ты правильное решение принял, и тогда ты не ошибся. Не самому любоваться, как замечательно я что-то сделал, а чтобы люди сказали об этом, что да, это пригодилось. А может, вы даже не сказали, скорее всего, не сказали. Но у меня такая рука, что сделал что-нибудь, тебе говорят спасибо большое. Вот поругать, да, это быстрее реакция идёт. Но тут просто очевидно, на пользу или не на пользу, пригодилось, не пригодилось. Взяли люди или не смогли взять, или отказались, как ненужное решение и возможность для них. Вот полагаю, что так. Спасибо. Овоська лучше, чем пакет. Спасибо. Аплодисменты ваши, Анастасия и Настя. Скажи, пожалуйста, так всё-таки чем же Овоська лучше, чем пакет? Овоська, она является более экологичной, чем пакет, так как пакет разлагается очень долго. Ну, правильно. Овоську взял и постоянно ходишь в неё в магазин. Тоже верно. Пожалуйста, твой вопрос. Мой вопрос. Если бы у вас была машина времени, в какую бы эпоху вы хотели бы попасть? Я сразу скажу, я здесь остаюсь. Потому что во всех других временах и событиях мы с вами знаем, из книг, из других источников и памятников о том или ином событии или времени, и любви. А здесь и сейчас мы сами его создаём. На мой взгляд, это существенно интереснее. Вот. И это наш мир. И поэтому я остаюсь здесь и сейчас. О чём поёт душа? Так назвал свою работу воспитанник студии анимации и кино Вертимяги Виктор Бондаренко. Он занимается во дворце детского и юношеского творчества в Севолжского района Ленинградской области. Закончил восьмой класс, увлекается телевидением с первого класса. В своём резюме указал, что снялся в игровом фильме «Прозрение» и снял цикл репортажей о зоне отдыха «Сторожевая гора» под названием «Бери и отдавай». Друзья, ваши аплодисменты. Давайте поддержим работу Виктора. Виктор, приветствую тебя. Здравствуйте. Пожалуйста. Тебе слово. Расскажите свои самые запоминающиеся вопросы от журналистов. Ага. Наталья Владимировна, что вам такое сдавали журналисты, что вам запомнилось? Не знаю. Я, безусловно, какое-то время помню о этих вопросах. Насколько я правильно поняла человека, что можно было бы, что я упустила, может быть, в своих комментариях. Это не значит, ау, точно есть такой вопрос. Поделюсь. И вы согласитесь со мной, что это действительно, скорее всего, самый запомнившийся мне вопрос. Когда я была пионеркой, мы собирали металлолом. Было такое движение. И мы не просто собирали его, да, но просто вот металлолом сам по себе. Но для чего-то. Вот мы собирали тогда для производства трактора. И наш пионерский отряд какое-то чемпионское количество этого лома собрал. И приехали журналисты из какой-то ни городской, ни нашего города, не помню сейчас, газеты. И задали мне вопрос, среди прочих. Но этот мне запомнился. Вот сколько вы собрали металлолома. И, ну, хотели меня поддержать. И мой отряд, наверное, поддержать. В том смысле, что вот вы молодцы. На трактор все-таки собрали. Но мы не дособрали на трактор. Да, мы собрали больше всех. Да, мы собрали многое. Но на трактор не хватило бы. Потому что, ну, мы знали, сколько нужно, чтобы трактор построить. И я на этот вопрос ответила так. Мы, к сожалению, трактор не смогли построить. Но на запасные части достаточно. Вот я помню этот вопрос еще и потому, может быть, вам тоже пригодится. Это мое ощущение, что, кстати, к вопросу о том, как вы оцениваете, сделано, не сделано. Что вот каждый шаг нужно понимать, что он может повлиять не только на ту цель или на ту задачу, которую вы ставили перед тем, как его сделать. Но еще на большое количество возможностей и эффектов распределяется результат. И хорошо бы их просчитывать до того, как ты запускаешь свое решение в эксплуатацию. Потому что риски, которые могут возникнуть справа, слева, за спиной или впереди, могут быть негативными и понизить эффект твоего решения. Или, напротив, существенно усилить то, что ты задумал. Ну вот, видите, вспомнила и сам вопрос, и ответ в мой комментарий. И, может быть, это как-то даже повлияло на мое отношение к работе. Спасибо вам большое. Спасибо. Савелий Петров приехал к нам из Нижневартовска. Он пятиклассник. Представил в номинацию «Поиски и находки» познавательный видеоклип, в котором сыграл главную роль. Его герой – человек, который не соблюдает правил поведения, чем наносит вред природе. Но во сне он видит, каким может стать мир вокруг, и в нем просыпается совесть. Его поведение меняется. Савелий меняет свои привычки и заботится о природе, становится эксознательным человеком. Хочешь изменить мир к лучшим? Начни с себя. Вот. Правильно. Начни с себя, друзья. Аплодисменты. Вот из такого большиша-плохиша вырос в сознательного гражданина. Савелий, приветствую тебя. Здравствуйте, Наталья Владимировна. Я бы хотела узнать, с чего нужно начать, чтобы стать знаменитым? Ага. Ну, я не знаю. Обычно человек никакой не знаменитый. Но знаю. Давайте так размышляем. Вот мы сегодня уже говорили с детьми на этот счет. Вот я знаю такого писателя Александра Фадеева. Он знаменитый человек, да? Потому что мы говорили, мол, ты говоришь. Он знаменитый человек. Значит, нужно писать книгу, которая полюбит огромное количество людей и которая своей любовью даст дань уважения этому писателю. Или вот сегодня мы с вами познакомились, многие из вас познакомились, я давно знакома с Сергеем Рыжиковым, героем России, людчиком-космонавтом. Кстати, твой земля в Савелии, он закончил школу тоже в Нижневарковске. Вот что нужно быть? Он знаменитый, его знает огромное количество людей и уважает, при этом уважает. Ну, что? Кто еще? Спортсмены. Вот недавно закончились Олимпийские игры в Пекине и среди них наши земляки. В том числе, если не важно, кстати сказать, вспомним Максима, например, Хравцова, который стал чемпионом Олимпийских игр, первым чемпионом от Российской Федерации, он как пандом, чемпион Итагаря. Ну, то есть, вот, наверное, как-то так. Что-то сделать для людей из того, что крайне важно, и сделать это лучше, чем другие, и поэтому стать знаменитым. Ну, вот, не хочу быть занудой, но можно стать и знаменитым со знаком минуса, но я уверена, что вы не из тех людей, для которых этот путь открыт, ну, по крайней мере, по вашим проектам. Очевидно, что эта беда вас сменет точно. В этом году Алексия Багаева из Егорска уже успела побывать в эколагере, где познакомилась не только с экологами, но и со специалистами в сфере экотуризма. Она, несмотря на свой юный возраст, уже опытный телевизионщик. На 26-м фестивале «Спасти и сохранить» Алексия в этот раз в роли ведущей программы «Умникум». Слоган этой программы «Умникум! Мы за экологию!» Жизнь в стиле эко! Бьется колокол в сердце, в ладонях моих мы вместе. Разбивайте дружно флаги, здравствуй, здравствуй, экологи! Смерть, смертая преграды, разрушая свистели, мы вместе. Аплодисменты, друзья! Алексия, привет, коллега! Хочу тебе сказать. Пожалуйста, и твой вопрос. Здравствуйте, Наталья Владимировна. У меня такой вопрос. Какая самая любимая у вас точка на нашей земле? Ух ты! Ну, там, где я живу и для которой я что-то могу сделать. Наверное, так. Я прокомментирую больше вопросов. Наверное, так. Спасибо. Спасибо, друзья. Наталья Владимировна, я, конечно, еще раз повторюсь. У нас на фестивале более 300 работ, поэтому, конечно же, о всех проектах мы сегодня не сможем рассказать. Спасибо огромное, что вы нашли время и сегодня с нами встретились. И, может быть, в завершении еще несколько слов для наших ребят. Ну, еще раз спасибо огромное. Вы меня сегодня потренировали своими вопросами. Я иногда пыталась вернуть мяч на вашу сторону и сформулировать для вас вопросы. Вот, надеюсь, я была полезна для вас с вами ответами, с вами комментариями. С плюсом вы их восприметили. С минусом в любом случае это уже польза от нашего общения с вами. И я тоже благодарна вам. Вот, Денис, я вам сочувствую, потому что, если все работы такие и, может быть, и лучше, чем те, о которых мы сегодня узнали, то уже будет непросто определить победителей, тем более, слава богу, из такого большого количества работ. Вот, поэтому вам успехов и максимальной справедливости, несмотря ни на что. И в завершение, дорогие друзья, хотела передать для вас небольшой подарок. Исходя из того, что окружающая среда это такой оркестр, ну, надо признать, что гениальный, состоящий из гениальных музыкантов, вы исполняющих гениальную музыку, вот для того, чтобы каждый из вас был, ну, чуть-чуть поближе к этому оркестру, возможно, стал его участником, если насквозит с вами вот этот окружающий мир, сохраненный с нами, поддерживаемый нами. А кормушка для птиц, когда они с благодарностью будут петь, исполнять свою партию в оркестре, полагаю, и вы вместе с ними уже станете участниками этого оркестра. Вот так. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Какой замечательный экологический подарок. И я думаю, что для некоторых птичек, которые проживают не только в Ханты-Мансийском автономном округе, но и в других регионах нашей страны, откуда приехали ребята, у них появятся такие, может быть, небольшие, но свои маленькие деревянные домики. Спасибо, Наталья Владимировна, вам за время, за встречу. Ребята, еще раз хочу к вам обратиться, что вне зависимости от того, кто победит в нашем фестивале, вы все огромные молодцы, вы все уже победители. Я вам желаю удачи, новых побед обязательно. Добивайтесь, растите, становитесь лучшими, ведь вы – будущее нашей страны. И обязательно, обязательно берегите нашу природу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова